Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я и его ведущий Крафцев Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить о болях в шее. Очень часто мне пишут, жалуются на боли в шее. Люди, ну, в силу своей, так скажем, легкомысленности, не доходят до нормального лечения, хотят какой-то обезболивающей, какой-то таблетки. В общем, такой таблетки не может быть от боли в шее, потому что, соответственно, могут быть совершенно разные причины. Это, например, и повреждение самих суставов, позвоночника. Вот у меня был боксер, соответственно, у него, ну, произошла травма, заклинило сам сустав позвонка, ну и, собственно говоря, на нервный, произошло воздействие на нервный корешок, вот он, соответственно, страдал болями в шее. Также, соответственно, что там при грыжах может ущемляться нервный корешок, будут боли в шее. При травмах плечевых суставов будут боли в шее. То есть, соответственно, нужно проходить МРТ-исследование. Совершенно разные могут быть причины боли в шее у вас. И миофасциальный синдром тоже может вызывать боли в шее. Поэтому не старайтесь лечить это как-либо дома. Вам нужно сделать МРТ шейного отдела, обратиться к лечащему специалисту. Потому что, если вы запускаете данное заболевание, любое, оно будет только с годами больше прогрессировать. Вы можете добиться некой ремиссии при выполнении лечебной физкультуры. Вы можете добиться некой ремиссии, когда вы пропиваете, ну, там, нестероидные противовоспалительные, там, к примеру, и профен многим помогает. Но с причиной заболевания вы не будете бороться. И, соответственно, это будет вызывать дальнейшее прогрессирование постепенно заболевания. Или, может быть, заболеваний даже, может быть, их несколько там у вас причин, да, почему у вас болит шея. Чтобы такого не происходило, я рекомендую обращаться за консультациями к лечащему специалисту. В целом, можно уже получить какую-то информацию из вашего МРТ-обследования. Как правило, обнаруживаются грыжи или другие изменения суставов позвоночника. Ну, это наиболее часто. Менее часто, но происходит, как я говорил, это, помимо травм суставов, проблемы с трапециевидной мышцей. То есть, когда мы при миофасциальном синдроме, она гипертонизирована, больные такие трапеции, верхушка трапеции. Может кто-то сказать, что муж-жена там разминает, мне очень больно становится от этого, но потом легче. Вот тогда нужно лечить сам миофасциальный синдром. Ну, видео о миофасциальном синдроме я снимал. Можете посмотреть, в подсказочках будет. Ну, а с вами был Кравцев Сергей. Medical Fitness. Да пребудь с вами здоровья, друзья!